Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет такое интересное видео. Я расскажу, кто производит моторные трансмиссионные масла Toyota в Европе, в США, в Японии и в Арабских Эмиратах. Те масла Toyota, которые мы с вами покупаем в России. Меня зовут Антон Воронков и вы на канале MyGT.ru. Поехали! Начнем мы с Европы. Чаще всего в наших магазинах вам встречается либо в дилерских центрах, либо такие вот баночки Toyota 5-литровые, либо такого формата. 99% масел Toyota, моторов трансмиссионных, в Европе производит Exxon Mobil. Тот самый Exxon Mobil, который производит продукцию Mobil для России в том числе. Это крупнейшая мировая нефтеперерабатывающая корпорация. У Exxon Mobil с Toyota давние-давние связи. Они сто лет уже дружат, у них глобальные контракты по всему миру и так далее. Когда люди говорят, что делается Toyota где-то в Европе, все это достаточно абстрактно. Я хочу вам показать конкретные заводы в Европе, где производится продукция Toyota. По заказу Toyota Motor Europe Exxon Mobil. Я покажу вам заводы и разные страны, где производятся эти продукты. Вот один из заводов в Бельгии. Он находится в Амфертоне на Шейденлайне. Очень крупный завод, такой полноценный МПЗ. Большой серьезный завод. Полного цикла, много чего там делают. В том числе и вот тойотовские масла они делают там на своих мощностях. Вот это просто колоссальных размеров завод во Франции. У косячников-французов, которые много чего там косячат по разным поводам. Тем не менее, завод очень серьезный, большой. Забавно, что адрес у него там имени президента Кеннеди во Франции находится. Напомню, находится в Пор Жерум Сюрсен во Франции. Тоже очень большой завод, прям колоссальных размеров. Вот один из многих заводов Exxon Mobil в Германии, на котором производятся тойотовские продукты в том числе. Он находится на Ворде Мэш. Это вообще не самый большой завод. Это скорее один из самых небольших. Здесь просто очень удобная у них логистика. Здесь склады большие находятся. Отсюда они по дилерским центрам тойота распределяют продукцию. Удобно сделаны логистические подъезды и так далее. Это отнюдь не самый большой завод в Германии. Вот огромный завод в Италии. Он находится на Версабадзе. Тоже не самый большой. Это просто для примера я вам привел. Здесь тоже производят тойоту итальянскую, которую тоже мы часто встречаем в России. Это эти банки, которые показывал вам первые. Поэтому в Италии тоже это не единственный завод, который производит тойоту для тойота корпоративных, тойота мотор Европы. Я показал вам всего лишь четыре завода в четырех европейских странах. Те, которые производят чаще всего ту тойоту, которую мы получаем у нас в России. На самом деле в каждой из этих стран Европы еще мощностей их самой было много. И те, что я показал вам, это вообще отнюдь не самые большие. На одном из этих заводов, на самом полноценном французском, например, поместятся все абсолютно блендеры вместе. Взятые, которые производят там все что угодно. Матюль, Ликимоли, все-все-все-все-все-все. Они все поместятся на территории этого завода. И еще останется место для 50 блендеров других. Это очень крупные предприятия. Те, которые в Европе расположены, это полноценные НПЗ, поэтому они производят там топливо, они производят там огромное количество нефтепродуктов. И моторные трансмиссионные масла, в том числе и тойота Мобил, это вот такая вот мизерная часть того, что они производят. На самом деле для крупного НПЗ, крупного производства легкомоторной продукции, фасованной там перевелопродукции, это еще та головная боль. Они стараются перекидывать друг на друга это, чтобы только это не делать. Потому что для них гораздо проще для всех сотрудников этих заводов, поверьте мне, производить топливо, производить наливные продукты. Но никак уж совсем не производить фасованные продукты, которые мы в итоге видим в рознице. Им это вообще нафиг не нужно, и они как чаще стараются этого перекидывать на другие свои там более мелкие постструктуры. Потому что это очень геморройно, проблемно, и это никому не нужно на самом деле. Они с этого, как сам Мобил сам зарабатывает с продажи своих перевелопродуктов, и в том числе и которые производят для Тойоты, вот такую вот мизерную долю. А всего они зарабатывают с топлива, с энергетики и прочей, вот такую вот долю. Поэтому для них это и моторные масла, они как бы только вам нужны, а не ним. Итак, очень много разных заводов. И это для нас, как и для потребителей, палка от двух концов. С одной стороны это стабильное производство, это отработанные технологии, это стабильный продукт. С другой стороны это Тара, которую для конкретного данного завода может производить абсолютно разные поставщики. Если с Мобилом, более-менее все понятно, потому что для Мобила Тара производят всего три сейчас структуры. Две из которых это подразделение Берри Глобал, это Проманс и Полимон. Третья это структура, на которую в Берри Глобал не входит, Инвопак. Вы видите на баночках, на Мобиловских перевернете, там будет либо Полимон написано, либо в букву КП, это Проманс, либо ИН, в букву КП, это Инвопак. Вот всего три структуры. То для Тойоты, банки для Тойоты, Тару пластиковую в Европе производят, ну, минимум заводов 10-12 разных, реально. На самом деле, это головная боль только для нас, потому что в Европе, как таковой, подделки встречается очень мало, там, ну, практически она вся продается, продукция, которую производят для Тойоты и Эксономобил через дилерские центры. Очень мало встречается в магазинах, не как у нас в России. Поэтому там этот вопрос остро не стоит, там через дилеров продают, и все довольны, как бы там не задумывается о том, Атаре и так далее. У нас старый... Капец. Когда-то давно, когда только начинал разбираться в подделках, во всей этой истории, я общался очень плотно с дилерами. Ну, я сейчас общаюсь каждую неделю с дилерами Тойоты и в Новосибирске, и в Москве, и в Питере, и в других городах по России. И я с ними общаюсь каждую неделю со всеми. Ну, вот, значит, сначала я спрашивал, ребят, а как вы клиентам объясняете, столько подделок, да, вы на рынке, как вы объясняете, как это отличить-то? Вы же получаете это все от заводов, да, напрямую. Вы как-то объясняете людям, как это все отличается? Как банки, там, по каким принципам отличать? Ни один мне не ответил ничего стоящего или конкретного. Все, абсолютно все, без исключения, говорили, что да не знаем как. Ну, вообще без понятия. Мы получаем, как бы мы торгуем им, и никто не заморачивается насчет того, что как-то там отличить, потому что банки всегда разные приходят. У нас там клиенты тоже вопросы задают. Это дилеры, мне говорят, дилеры Тойоты. Нам клиенты задают вопросы, а мы как бы там не знаем, что ответить, потому что мы пишем запрос на завод. Завод там в течение двух месяцев отвечает нам это все, затягивает, затягивается. В итоге клиент остается без ответа на свои вопросы. Почему там неправильно нанесен номер, почему неправильно приклеена этикетка, почему она наклеена криво, почему неправильный цвет и т.д. и т.п. А все это потому, что очень много заводов в Европе пластиковую тару, которая поставляется на корпорации «Экселомобил», на конкретные заводы «Экселомобил», за которым закреплено производство продукции для Тойота. К сожалению, это так. Реально. Европейские Тойоты – это одна из немногих Тойот, которые мы с вами разбирали, которые практически не поддаются идентификации по таре. Это большая проблема. Те люди, которые занимаются продажей и производством поддельной Тойоты, «Мобилы», они заказывают пресс-форумы здесь же в России для выдувого банок из полиэтиленового высокого давления. И пресс-форумы они делают достаточно посредственного качества. Они отличаются от европейских. Мне, как человеку, который с этим каждый день общается, уже много лет каждый день это рассматривает и так далее, я уже кучу видео по этому поводу сделал. Сразу понятно, что пресс-форумы сделаны в России, что она радикально отличается от той, что сделаны в Европе. Но, учитывая то, что в Европе много предприятий делают для «Экселомобил» продукцию, и в том числе и Тойотовскую банку пластиковую, и тогда эта банка ужасного качества, особенно это касается Франции и Италии, тех производителей, которые там делают пластиковую тару, то обычному обывателю, просто обычному человеку, вообще не понять, что это поддельный продукт по таре, что касается самой тары. Он этого не поймет никогда вообще. Именно поэтому я не снимаю по европейской продукции с тойотовской видео о том, как лечить подделку, потому что это очень неблагодарное дело. Это вообще не работает. То есть снимешь одно видео про одну форум банки, по пресс-форуму, а человеку попадется другая оригинальная, и он будет думать, что это подделка. То же самое касается веса. Вы сами видели, я про заводы вам рассказал, огромнейшее количество заводов. Разница в весе по продукции Тойота, дилерской, настоящей продукции Тойота, может составлять до 60-70 грамм. Это зависит от качества тары, от настройки оборудования по розливу и так далее. Если в мобиле это может 30-40 с натяжкой, это 40 уже вообще край, то у Тойота вполне реально до 60-70 грамм, и даже бывает до 80 грамм по оригинальным продуктам. Разница в весе, не говоря уже о самой таре. Тара бывает качества абсолютно разного. Поэтому давайте сейчас немножко притормозим, и я сделаю очень важные акценты от вступления, для того, чтобы объяснить вам ситуацию. Вот смотрите, как нанесен бачкод на упаковке, методом экструдера, методом просто нанесения обычного промышленного принтера. Как наклеена этикетка на статике или на клее, по периметру или клеен нанесен, или нанесен просто за помощью общего клеевого слоя. Например, как приклеена этикетка, в крифе или в кость, какой облой и где он расположен, и где он там не обрезан, какие значки на нижней части канистры, чьи логотипы и так далее и тому подобное. Всю эту чушь, касаемо европейской тары, забудьте. Потому что это для европейской тары, в том числе для Тойоты и в большей степени для Тойоты, не работает. Потому что очень много разных структур делает пластиковую тару для Тойоты. К сожалению, это так. Сделать с этим ничего нельзя. И никакой дилер вам с этим не поможет. Единственное, что можно проверить тару по бачкоду, это позвонить дилеру, скинуть ему фотку с бачкодом, с номером кониста, с номером партии. И он попробует проверить эту информацию на заводе. Хотя это занимает огромное количество времени. Не все дилеры на это идут, на встречу по этому поводу. Поэтому они просто вам отпишутся или скажут, типа, да, все нормально, там, все в порядке, так и есть. Поэтому это тоже еще проверка, еще вот такая на самом деле. К сожалению, к огромному это так. Поэтому только покупать в проверенных местах, либо у дилера. Тут других вариантов, ну... Давайте я покажу вам реальный, наглядный пример, который многих людей вводит в ступор. 5-литровый конистер Toyota 5W40. Наводим ультрафиолетный фонарик на логотип Toyota. Видим, что он светится при свете ультрафиолета. То же самое касается и цифр вязкости. Они светятся при свете ультрафиолетового фонарика. Видите, NG не светится, 5W40 светится. Но это происходит не на всех партиях. То есть есть партии абсолютно такого же продукта, дилерские, на которых это не работает. Мы задавали официальное, писали официальное письмо. Это было по мобилу. Писали официальное письмо в Xenomobil. И на это получили официальный ответ, который я уже публиковал. Помните, у нас видео было про мобилу, про поделку. И там публиковал я в конце это вот как раз письмо. Выдержки из весьма. Там они говорят, что знаки, которые светятся при свете ультрафиолета, нанесенные на этикетку, не являются признаком отличия оригинального продукта. А они нужны для того, чтобы идентифицировать продукцию внутри компании для логистики. Все. Это не является признаком оригинального продукта и используется не везде. Я думаю, что затея была как раз такая. Сделать отличие оригинального продукта от поддельного. Но потом, в связи с тем, что очень много заводов производят, в том числе и полиграфию для наклеек, для этикеток на канистры в Европе, от этой идеи отказались, отписались вот таким вот образом, что это не является отличием оригинала в подделке, а просто лишь является инструментом идентификации внутри компании. Понимаете, да? То есть, Эксономобил просто сам от себя же открестился и, соответственно, то же самое касается и Тойоты. Дилерская Тойота. Светится бывает, бывает не светится. Этот признак, он якобы многим воспринимается как указание на то, что продукт поддельный, а это не так. Вы можете спросить об этом у любого дилера Тойота, и он вам об этом то же самое расскажет. Еще акцентирую внимание на одном очень важном пункте. Батчкод. Об этом постоянно спрашивают и меня, в том числе, и на форумах на разных, и в комментариях везде, и про обсуждение оригинальности, либо неоригинальности продукта. Батчкод – это информационное поле, которое у нас нанесено на нижней части, обычно сзади на упаковке на Тойоту, скринь, ксомобиловский и так далее. Батчкод наносится промышленным принтером. Промышленный принтер – это опциональное устройство, которое ставится на линии отдельно. Сначала ставят линию, конвейер, настраивают ее, после этого ставят принтер промышленный специально в конце, его настраивают уже отдельно. Это не часть линии, не часть конвейера, это опциональное устройство вообще абсолютно отдельное. Это устройство работает на износ. Представляете, вот цех по розливу продуктов мелкой фасовки на заводе ксомобил, стоит пять линий, на каждой из линий сводит промышленный принтер. Он работает на износ ежедневно, то есть огромное количество он пропечатывает продукции. Выходит и строит тоже постоянно Постоянно слетает программное обеспечение Постоянно слетают там какие-то настройки Их меняют Меняют на другие модели Принтеров Принтеры не устанавливают одинаково вообще Это никому не нужно и никто этим не занимается Они могут установить принтер Американский, японский, китайский, индийский Какой душе Кто где закупит, тот такой устанавливает Он настраивается отдельно Шрифты, опять же, нет никакого стандарта В шрифтах для эксамобила, для тойота тоже Нет, нет стандартных шрифтов Для принтеров, которые наносят информацию Для логистов, нет Это принтеры, которые настраиваются Персонально каждой подельности Поэтому вообще забудьте про это И касается это не только, кстати, вот Европейский эксамобила касается, японский банк Я уже про это говорил неоднократно Просто об этом даже не задумываемся Выбрасываем все это из головы Тойота USA США Это редко встречающийся продукт Он из Штатов у нас приходит реже гораздо, чем японские или европейские продукты Но все же продается во многих местах Обычно в квартушках, в квартовые канистры 0,946 Все то же самое, что относится по По взаимоотношениям Тойоты с производителями масел в Европе Все то же самое относится к США В США также 99% производят продукцию для Тойоты Эксамобил Эксамобил, во-первых, это компания-корпорация Все-таки не европейская, все-таки американская Поэтому само собой разумеется, что они производят там Как ни странно, в США Производят Тойоту не так много заводов Их всего 6 или 7, которые производят Тойоту в Штатах И вся та же самая ситуация, которая касается неразберихи Связанной с тарой в Европе Касается той же самой абсолютно тары Которую выпускается в США И которая разливается на заводах Эксамобил США это очень большая страна Крупная Сами знаете, если учили географию в школе И там как бы очень тоже много предприятий Которые претендуют на поставки пластиковой тары для заводов Эксамобил В том числе и под Тойоту Американцы вообще в принципе не заморачиваются по таре У них тара, блин Ну это треша, конечно, полнейший Давайте я покажу Вот тут у меня есть супер масло Дредлайн, например Да, там Вот у Редлайна тара, да, посмотрите Мне она нравится, она прикольная сделана, эта тара Ну, блин, это капец, конечно Это, блин, как три копейки Ну, кстати, мне этот продукт визуально очень нравится Как они сделали Просто я хочу сказать о том, что Американцы по поводу тары вообще не заморачиваются сильно Они не как в Европе Они стараются сделать там по максимуму просто И у них там вообще с этим нету заморочек Вся такая таваси, которая касается европейской тары Относится и к американской То же самое бардак с пластиками тары пластиковой Вы наверняка видели наше видео из США Мы снимали там в розничных магазинах небольших Тойоты в розничных магазинах не продается в Америке Вообще, ее там нет То есть она продается только через дилерские центры Либо через интернет-магазины Которые опять же относятся к этим дилерским центрам Я почему об этом говорю, так уверенно Потому что у меня знакомый работает в США Он работает в Калифорнии Как раз у дилера Тойоты Он уже, ну, он русскоязычный русский человек Он давно уже уехал, там, ассимилировался В туалет уже живет Вот, я ему задавал вопрос Переписывал с ним, спрашивал Вот, как они, они как раз занимаются тем, что размещают Вот, позиции в интернет-магазине В том числе и Тойота Многие продукты Тойота, там, разные жидкости Мобиловские Спрашиваю, как вы отличаете подделку Вообще, есть какой-нибудь там способ Он просто меня не понял, о чем я спрашиваю Потому что там, ну, там нет такого То есть там, вообще, об этом они не задумываются Они даже, как бы, как бы, у них нет в голове того, что, может быть, какое-то поддельное масло Или, там, не поддельное, не получили от дилера, там, продали И вообще даже не задумываются Вот, вопрос у меня был следующего к нему характера Почему на некоторых продуктах Тойотовских Давайте я вам покажу В принципе, на практически все американские продукты Маркируют с помощью ультрафиолетового маркера Практически все В том числе и продукты Тойота Тойота, Хонда, Ниссан, там, Мазда Вот, это не степень защиты Это специально сделано для, тоже, для логистики Для дилеров И к защите никакого отношения это не имеет абсолютно Это у нас уже, думаю, что все это по защите связано Связан был вопрос мой с тем, что не на всех продуктах американских Есть такая УВ, УФ-маркировка Не на всех И на самом деле, да, он подтвердил, что, ну, не все маркируются Таким образом, есть сейчас вот некоторые продукты Которые просто обычным принтером маркируются Особенно, если это банки не черного цвета Есть такое, да, ситуация Поэтому не на всех американских продуктах есть УФ-маркировка И это не признак отличия поделки от оригинала, как многие думают Хотя когда-то, давно, еще я снимал видео по этому поводу И говорил, что это отличие оригинала от поделки Это не совсем так Есть продукты оригинальные, на которых УФ-маркировки нет Это опять же касаемо той темы, которую мы с вами в Европе затронули Про то, что, ну, они не делают ничего Ни американцы, ни европейцы для того, чтобы свою продукцию каким-то образом защитить Потому что они делают это для внутреннего рынка И им это вообще не нужно абсолютно То есть они об этом не задумываются Даже то же самое, например, Total, да, который в Европе продается без QR-кода А в России с QR-кодом, с проверничным Потому что в Европе это никому не нужно А у нас, который продается Total, делается на Total Vostok Он уже оснащен QR-кодом для проверки Потому что это, к сожалению, к огромнейшему Наша с вами реальность Toyota Japan Консервы, 4-х литровые металлические канистры Двадцатки, ведра, бочки Про Японию и про Toyota в Японии я, наверное, рассказал вам практически все Единственное, что у меня этим летом выйдет видео Я расскажу вам про начало бренда Toyota Как масел, бренда масел в Японии Это очень тоже интересный момент, очень немаловажный Мы это обязательно зазроним Про самое начало, как все это началось В Японии, как и в Европе и США Всегда Toyota дружила с ExxonMobil У них глобальный контракт мировой Поэтому они всегда дружили И в один прекрасный момент Mobil решил отношения еще более упрочнить И совместно с Toyota Совместно построил завод В префектуре Вакаяма большой Построили они завод для того, чтобы Локоть этот логистический сократить Между поставками Mobil в Японию И вообще в Японии мог было развивать Mobil и S тогда еще Поэтому они построили свой собственный завод На свои средства На то время был очень прогрессивный завод Который опережал по технологии многие японские Тогда же на этом заводе стали производить После его ввода в эксплуатацию Параллельно Mobil Весь Mobil металлический тарик для Японии Toyota И бренд Castle Castle это был подарок ExxonMobil Toyota И тот бренд, который позиционировался Стал как постгарантийное масло Для постгарантийного обслуживания автомобиля Toyota И не только И для вытеснения других брендов с СТО После гарантийного обслуживания Потому что раньше у Toyota ничего подобного не было Гарантия заканчивалась На постгарантии нечего было предложить Поэтому был создан бренд Castle Как недорогой бренд нишевый такой Который вытеснил собой Многих конкурентов с рынка И это была на самом деле очень серьезная такая вещь Которая пошатнула позиции Многих конкурирующих брендов в Японии На тот момент То есть Castle это был подарок ExxonMobil Toyota Это было приурочено к строительству завода К запуску его в эксплуатацию Завод очень долго проработал До сих пор он работает ВКМ этот завод ExxonMobil с недавнего времени Ушел из Японии полностью Ну как ушел Его выдавили оттуда Выдавил оттуда его сначала GXTG Потом сейчас который уже переименован В Enneos Holding Я об этом рассказывал тоже очень подробно В общем завод сначала продали они Tone Group Потом Tone Group слился GXTG Потом GXTG получается переименовался В Enneos Holding Сейчас этот завод полностью принадлежит Enneos Holding Томой Enneos который в Японии является Лидирующей компанией Нефтеперерабатывающей второй После Enneos по величине Это Edemitsu Сделаю небольшое лирическое отступление Напомню что тот Enneos который мы с вами покупаем в России Под брендом Enneos Производится на заводе Mi Chang В Южной Корее По лицензии Enneos И не имеет ничего общего с тем Enneos Который производится в Японии для внутреннего рынка Это абсолютно две разные вещи Enneos Holding в Японии производят под своим брендом продукты И для крупнейших автопроизводителей Toyota, Nissan, Honda, Mazda и так далее Очень многие пользуются базовыми маслами Которые Enneos производит Тоже в Японии выпускает продукты Которые мы тоже покупаем Даже не задумываясь о том что это вот Enneos В том числе и Castle который мы покупаем Это все сделано из базы Enneos Ну вернее база ExxonMobil Производство на мощностях Enneos расположено Вот где еще производится Toyota в Японии Вся Toyota 99,9% производится на мощностях Enneos Holding Раньше это был GXTG У них есть три завода основных Первый завод о котором я вам уже рассказал Он находится в Акаями Вот он Это бывший завод ExxonMobil Это завод EMG До сих пор они название не поменяли Сейчас до сих пор он EMG называется EMG это сокращение от ExxonMobil General Вот второй завод который находится в Канагаве В префектуре это Цуруми И третий завод находится там же в Канагаве На станции Negishi Тоже такой крупный Видите там бочки стоят тойотовские Это вот вся Toyota Castle для внутреннего рынка Японии на экспорт Вы бочки эти видели на станциях наверняка тойотовские На них написано Castle вверху Чуть-чуть продуктов для Toyota производят Edemitsu В Японии это совсем там мизерная часть Два или три продукта было за всю историю Это как раз один продукт был переходной Помните с SN до SP Еще SN Plus был допуск переходной Вот как раз NS Holding не получил Он не успел получить лицензирование А делал в это время Edemitsu И до сих пор еще MSDS-ки висят Какую-то там мизерную часть когда-то Когда-то сто лет назад делал Cosmo Они уже все забыли Cosmo это третий был игрок в свое время На нефтеперерабатываемый чередок Японии Он сейчас уже сдулся его Задавили двусторонные Edemitsu и Neos Вот Но что-то он тоже дизельное производил для Toyota Сейчас нет уже все он не производит Все В общем мы еще коснемся потом немножко черной Toyota Эмиратской чуть-чуть Но это будет маленько позже Про отличие оригинальной японской тары Я рассказал вам все абсолютно У меня есть добрые сотни видео По этому поводу на канале Просто введите в поиске там в моем канале Подделка Toyota И все это вылезет Посмотрите сами Я рассказывал вам про консервы Почему их стали делать Что за форма банки Почему у них крышки Это все сделано для удешевления Toyota все старается удешевить Ну это Касалавская банка Ну Toyota такая же консерва Они только единственные стали Кто их производит до сих пор Вот Эти консервы сделаны Toyota для того Чтобы сделать просто продукт более дешевым И более логистически удобным для хранения Нет крышки Удобнее хранить там плоские коробки И так далее Все сделано именно для этого В целях экономии Эти банки не подделывают Можете смело их покупать Вообще не заморачиваться Что касается 4-х литровой тары Не только Toyota Любая японская тара Для распространенных продуктов Она вся производится Одной структурой Структура называется Нагава Сайкан У нее есть два завода В Чибе и Вакаяме Если вы перевернете любую банку То увидите на нижней части Логотип либо NSC Либо NSW Это Нагава Сайкан В Чибе Нагава Сайкан Вакаяма Один завод Здоровые у него Две структуры Они производят Для всей Японии Всю металлическую тару Любые продукты Моллегрин Такуми Технопауэр Автобакс Все делает Нагава Сайкан В том числе и все оригинальные банки Для оригинальных Оригинальных верных продуктов И не только для них Они делают Огромное количество Мобил они делают В железе тоже самое Кастрол делают Все делают они Очень редко в Японии Металлическую тару Кто-то делает другой И это касается Столько продуктов Очень странно Спидмастер ХКС Некоторые продукты Другие делают Структуры Но это уже Совсем другая история Тойота Эмирейтс Объединенные Арабские Эмираты Про эту баночку Я вам уже подробно рассказывал И про эту Рассказывал Черная баночка Эмиратская Которая помнится Уже лет 25 Кто занимается Тойотой Поностальгируйте Маленькая Тойота И Эмираты И Аксенмобил Я не знаю С чем больше Это связано Либо может быть С экономическими Какими-то факторами Либо с политическими Либо с тем Что с арабами В принципе Все сложено И они пытаются Все сделать Через себя Сами Но в общем В Эмиратах Тойота делает 6 структур Разных Дела ла ла Сейчас наверное Поменьше Сейчас уже 4 структуры Делать Насколько я знаю И все кто угодно Но только не Аксенмобил Хотя у Аксенмобила Есть такое Нехилое Нехилое представительство В Эмиратах Ну в Дубае В основном У них там На Джабай Али По-моему В Фризоне Там у них Такой Нехилый Офис такой У Аксенмобила Сейчас Вот поэтому Там они представлены Неплохо Но они Тойоту там Не производят Много лет назад Еще лет 20 назад Наверное Именно поэтому В Эмираты Экспортировалась Тойота из Японии Всегда Экспортом Тойоты Из Японии И производством В Японии И экспортом В Арабские Эмираты Занималась Корпорация Подразделения Тойоты Тойота Суши Корпорейшн Тойота Суши Корпорейшн Всегда Занималась Экспортом Продукции Какая-то Мизерная Доля Оставалась В Японии Потому что Ну там Логистика Склады Понятно что Кто-то Где-то Продал Там Помаленьку Все это Всплывало Но это Мизерная Часть Основная Часть Реэкспортировалась Именно В Арабские Эмираты Не только В Эмираты Но и В принципе На Ближний Восток Но Все-таки Любимая доля В Арабские Эмираты И дальше Наши С вами Соотечественники Поняв Что это Целесообразно И выгодно Потому что Цены там Были Дембинговые На то время Они Реэкспортировали Тойоты Черную К Новороссию Черные банки Эмиратские Поэтому Многие думали Что эта Продукция Производится В Эмиратах Нет Она в Эмиратах Никогда не производилась Вообще Никого отношения К Эмиратам Вообще Не имеет Это был Экспорт Это был экспорт Из Японии И всегда Эту продукцию Поставляла В Эмираты Цуж Корпорейшн Которая Является Дочерней Структуры Тойоты Вот Но сейчас Они переключились На другой бренд Они сейчас Производят Для Сиворкс Продукцию Сиворкс Это упаковщики Они делают Много запчастей Вы наверняка Видели Там рекламу У них постоянно Идет Сиворкс Такая Баночка Она Как раз В Японии Производит Цужа Корпорейшн Я не знаю Как их связывают Отношения Экономические Думаю Что они Просто Сиворкс Заказывают Цужа Корпорейшн Продукцию Потому что Очень маленький Рынок Сигмент остался По маслам Для Цужа Корпорейшн Которые Они сейчас Очень мало Производят В Японии Поэтому Сиворкс Может быть Хороший В поспорье Вот эта Тойота Она появилась У нас В России Недавно Думаю Что у нее Особого будущего Нету Потому что Она получается Достаточно Дорогая И не Конкурентоспособная Европейски Даже Тойотой Она Производится В Аравских Эмиратах Эмират Национал Оил Компани Группы Или сокращенно Энок Завод Про который Я тоже Рассказывал Вот он Так вот Выглядит Он находится Прямо Около Пальмы Там Такой Промышленный Центр Промышленная Зона Большая Там Много Заводов Разных Там Галф И там Много Галф Меделыс Там Тоже Находится И Этот Завод И эта Структура Полностью На 100% Принадлежат Все акции Эмирату Дубаи То есть Это Государственная Структура Которая Полностью Абсолютно Прилежит Эмирату Дубаи На банке Есть такая Забавная Надпись Произведена В коллаборации С Эдемитсу Это значит Что Эдемитсу Поделилась Рецептурой Ни в коем случае Конечно Эдемитсу Не имеет отношения К производству Продукта Этого Часто номинально Имеет Потому что Указано На парковке Я думаю Что это просто Вопрос Лицензианта То есть Там Местная Продукция Поэтому К Эдемитсу Это имеет Только номинальное Отношение Они вот так Корректно Написали Что В коллаборации С Эдемитсу В общем В Эмиратах Там Еще делают Невзких Заводов Небольших И Они делают Продукцию Именно Под дилера Бочковую Не фасованную Фасованную Очень мало Производят Это одна из банок Которые Мы С вами рассмотрели Вот такая Фасовка В основной Массе Либо Та же самая Цужи Корпорейшн Поставляет До сих пор Эту продукцию Свою Либо Они делают Бочковые Продукты На других Там Там Много Заводов Нефтеперерабатывающих Для Дилищных Центров По Лицензии Как Лицензиаты Тойота Производят Поэтому Фасовки Там В Эмиратах Не так уж и много Тойота GR Или Газо Рейсинг Это Бывшая Структура Тойота Рейсинг Девелопмент ТРД Который переименовал Газо Рейсинг Газо Рейсинг Это Бренд Под которым Объединены Все Спортивные Начинания Тойоты В том числе Команда Спортивная И в Японии И в Европе В США И везде Газо Рейсинг Это Спортивное Подразделение Корпорации Тойота Раньше Он назывался ТРД Это Тойота Рейсинг Девелопмент У меня даже Баночка есть ТРДшная Японская Старая Забавно Что Внутри Этой Баночки Залит Тоже Самый Петронас Синтюм 5W40 Который На момент Продажи Этой Банки В Японии Стоил Ровно В 3,5 Раза Дешевле Чем Банка ТРД Которая Продавалась С этим Содержимым Внутри Это Факт Уже Многим Известен Тем Кто В теме Занимается Вот Поэтому Просто Для размышления Чтобы вы понимали Продавался Японии Когда-то И стоил В 3,5 Раза Дороже Чем Тоже Сам Продукт Петронас Который Был Залит У него Внутри Вот Такой Маркетинг Конечно Ж Естественно Конечно Конечно GR Это Маркетинг GR Супра Тем более Двойной Маркетинг Но Тут Есть Скажем так Свои Плюсы Минусы И Как бы Многие Так делают И Ничего страшного В этом нет Что касается Европы Как вы уже поняли Этот продукт Производится Корпорацией Shell Да Именно Shell Производит Продукт Для Тойоты На самом деле Как бы Это Как бы Не звучало Удивительно Тем не менее Это так Конечно Это связано Те кто Давно уже Занимается Маслами Понимают Чем это связано Это вполне Объяснимо Потому что Supra 2019 Года Выпуск Ее называют Еще либо А90 Либо МК5 Она Оснащена Трехлитровым Двигателем С Если не ошибаюсь Там у нее Твинскрульная Турбина Стоит 340 Лошадей 500 Ньютонметров То есть Там Такой Серьезный Двигатель Хороший Это Двигатель БМВ Он ставится Так же По моему На Z4 На Z4 Чуть-чуть По моему Там Характеристики Тем не менее Чуть-чуть Он форсирован Вот Тоже самый Движок Стоит На Supra Который Выпускается Японским Концерном Toyota Там Стоит Двигатель БМВ И там Стоит Кстати Восьмиступенчатый АКПП Тоже Который Ставят Часто Часто На Ягуар На БМВ На Land Rover Вот В общем Двигатель БМВ Все остальное Toyota Соответственно Для БМВ Масла Делает У нас В Европе Кто Конечно же Shell Напомню Что этот продукт GR Supra Стоит Две с половиной Тысячи Рублей В розницу А Пятилитровая Канистра Стоит 12 400 Примерно Понятно Что Оптом Он за литр Стоит Ну где-то 200 Примерно Плюс-минус Стоит Либо Своих Денег Самые Близкие Продукты По Стоимости И По Составу На Мой Взгляд Конечно же Это BMW Twin Turbo Кто BMW Занимается Знают У него Единственное Что У BMW Twin Turbo 0.20 Допуски BMW Long Life 14 FE Plus А у Jerky BMW 17 Long Life 17 FE Plus Вернее Давайте Я приближу Покажу Чтобы Понятно О чем Иду Речь Видите Под Опуском Здесь Может Быть Это Тоже Маркетинг Конечно Может Это Один Тоже Продукт Я Думаю Что Скорее Всего Очень Близкие По Составу Ну Конечно GTR Естественно Это GTR Plus STR В любом Случае Стоит Ли Своих Денег Это Риторический Вопрос Такие Продукты Они Не Поддаются Обычной Логике И Оценивать С точки Зрения Обычного Рынка Просто Глупо Таких Продуктов Много На самом Деле Не Только Это GR Касается Мугин Хондов Многие Касаются Продуктов Об этом Размешать Можно Вечно Стоит Для Своих Денег Но Тем Не Менее Факт Стоится Фактами Такие Продукты Всегда Будут На Есть Есть Аналоги Таких Продуктов В Гражданской Линейке Шелла Сейчас Со мной Многие Не согласятся Думаю Что Многие Скажут Что Я Не Прав Я Считаю Лично Я Абсолютно В этом Уверен Что Нет Ничего Аналогичного Близкого По составу В Линейке Гражданского Шелла Нет И Думаю Что Это Специальный Продукт Который Не Дублируется В Линейке Шелла Нечем Ну Опять же Многие Могут Со мной Поспорить По Этому Поводу Конечно Линейка Гр В Японии Производится Чаще Всего Это Четырехлитровые Двадцатилитровые Тары У них Есть Три Линейки По Гр Это Саркет Это Энджуранс Это Туринг Вот Три Линейки Самое Забавное Что Нет В мелкой Таре Линейки Гр Супра Конкретно Гостях Раньше Двадцатки Делали Сейчас Двадцатки Не делают Только Бочки Они Поставляют Только На Дилерские Центры На Сервисный Центр Тойоты Потому Что Там Японцы Не будут Брать Продуктов В мелкой Таре Он Никому Не нужен Вот Они Джерта Продают Сейчас По Сами Японцы Практически Не Покупают Вот Этот продукт Конкретно В Японии Еще раз Напомню Производится В крупной Таре И там Забавный Самый Факт Что Указан В МСДС Тойота Лицом Ответственным За химическую Безопасность Продукты Указан В МСДС Тойота Не 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 Именно Тойота То есть Они Не рассказывают Кто его делает По сути Дело Никому Это Тоже Опять же То же самое Маркетинг Это Все Тайна Покрытая Мраком Чтобы Нагнать Эту Всю Атмосферу Таинственности Чтобы Продать Подороже Ну так Это Все Работает Надо С этим Просто Смириться И Это Так Рынок Работает На этом Все Надеюсь Видео Не сильно Вас Утомило Потому Что Я Несколько Раз За собой Замечал По ходу Рассказывал Что Я углублялся В дебри Которых Можно было бы И не рассказывать На самом деле Но Тем не менее Мне это Само интересно Поэтому Думаю Что лишняя Информация Все таки Никому Не повредит Всем спасибо С вами был Антон Воронков Вы на канале MyGT.RU Подписывайтесь Ставьте лайки Жмите колокольчики Всем пока